Нужно ли вкладывать в недвижимость? Нужно ли сейчас вкладывать в недвижимость? И что нас может ожидать после того, что случилось в пандемии? Проблема с коронавирусом, она закрыла от нас более серьезную проблему, что мы находимся сегодня уже не в начале, а ближе к середине большого системного экономического кризиса. Отличие этого вируса, ну вот этой эпидемии коронавируса от всех остальных, в том, что те предыдущие эпидемии существовали в реальной жизни, то эта эпидемия коронавируса больше существует в информационном пространстве. Не в окружающем нас пространстве, как в прежние тысячелетия, а в информационном. И это говорит о том, что она вряд ли закончится. Если предыдущие, например, вирусы, грипп или другие болезни начинались и кончались, то здесь речь идет о нечто другом. По терминологии Вечного Завета или Библии, так сказать, мы живем сейчас во времена конца, конечные времена. То есть вот этой системы вещей, этой эпохи должна наступить перемена. И поэтому речь идет сегодня о полной перезагрузке нынешней системы. Приход, например, искусственного интеллекта, то, что сегодня проповедуется, можно сказать, на всех телеканалах, во всех средствах массовой информации, о том, что будет массовая безработица. Искусственный интеллект роботизации освободит миллионы-миллионы рабочих мест. И даже Билл Гейтс говорил, что развитие этого искусственного интеллекта и вхождение его в экономику, последствия будут даже намного тяжелее, как после ядерной войны. Много есть таких предупреждений различных экономистов, ведущих каких-то политиков. И действительно, если так подумать, то в этом, может быть, что-то и есть. Произойдут системные изменения во всем. В обычной жизни, в экономической, в политической, во всех областях жизни. И мы вступаем, образно говоря, в другой отрезок времени. Идет смена цивилизационных эпох. Производится так называемая перезагрузка, или как в бывшем Советском Союзе была перестройка. Но здесь сыграет ресит, то есть большая такая перезагрузка. И алгоритмы этой перезагрузки, они уже все прописаны. И вот коронавирус, он является только исходной точкой начала этого большого процесса, который перезагрузит весь наш окружающий мир. Поэтому грядут серьезнейшие изменения и большие потрясения. Сегодня резко снижается потребление, а вся мировая экономика, весь капитализм, он был построен на этом таком безграничном потреблении. Если мы когда приехали в Германию, мы даже удивились, когда здесь проходит шпермель, когда можно выставлять какие-то ненужные вещи на улицу, то вы можете представить, мы ездили по улицам, или ходили, и в определенных районах города или деревень люди выставляли на улицу абсолютно рабочие холодильники, телевизоры, классную мебель. Да, мы приехали из бывшего Союза, как раз перестройка была. Абсолютно новые классные вещи люди просто-напросто выбрасывали из-за того, что они уже были там 3-5 лет в употреблении. То есть вот такой, как немцы говорят, «векверф Гизельшев» было, да? Все выбрасывалось. Все, что было не новое, годик-два подержал телефон, выбросил. Компьютеры тоже выбрасывались. И многое-многое другое. Сейчас немножко по-другому, потому что у людей намного меньше денег стало. И поэтому всегда был настрой экономики на то, что она постоянно должна была расти. И это было неправильно по отношению к природе, к окружающему нас миру. В той ситуации, которая возникла сейчас, в результате этой пандемии, в результате резкого сокращения потребления продуктов, можно сказать, по всему миру, покупательная способность людей упала очень сильно, но это только начало. Вся экономика должна быть переформатирована. Многие люди сегодня начали сомневаться в том, что они опять найдут какую-то работу. Многие, кто был переведен на домашнюю форму работы онлайн, уже никогда не выйдут на свои бывшие рабочие места. Потому что фирмы, они более заинтересованы держать тех сотрудников, которые остались на фирме, офлайн работают, будут им больше платить. И через модернизацию, через компьютеризацию, через этот искусственный интеллект будут сокращаться огромное количество рабочих мест. То есть те люди, которые работают из дому, они со временем станут не нужны. То есть на производстве останется гораздо меньше людей в управлении производством. Примерно предполагается, что 70-80% из таких людей, которые работают сегодня из дома, никогда больше не вернутся на свои рабочие места. Все посреднические профессии будут изъяты из экономики. То есть те лица, которые занимались какими-то посредственными делами, заполняли какие-то формулярчики, какие-то бумаги. То есть это сегодня люди будут со временем делать уже напрямую онлайн, через интернет. И тогда много бюрократии, уже всяких чиновников не нужно будет вообще. И поэтому предполагается, что огромное сокращение рабочих мест приведет к огромному сокращению рынка жилья. То есть многие люди, которые покупали себе где-то квартиры, имели какие-то средства, со временем останутся без работы, уже не смогут покупать себе иммобили. Поэтому цены в определенных регионах будут падать, в других же регионах они будут расти. То есть все зависит, например, в Германии от места положения вашего иммобили, то есть вашей квартиры или вашего жилья. Поэтому потеря занятости, безработица, это общий мировой тренд, который ожидает нас в ближайшие несколько лет. Поэтому прежде чем приобретать жилье и по таким огромным ценам, которые сегодня стоят на рынке, нужно хорошо задуматься о последствиях. Время для покупки иммобили сейчас не самое благоприятное, потому что цены стоят на пике. Конечно, они будут расти в определенных регионах, как уже было сказано, но в определенных регионах и при потере работы можно очень быстро лишиться своего дома или квартиры. Поэтому нужно 10 раз отмерить, один раз отрезать.